Ну что, продолжаем готовиться к зиме и новому году. Скупаю все на маркетплейсах. Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша. И да, сегодня у нас с вами очень большая распаковка с озон. Чтобы вы понимали, я скупила почти всю новогоднюю одежду. Красивую, праздничную. Очень много одежды будет, очень много. Также декор для дома. Как новогодние, так и не совсем. Ну и, конечно же, всякие бьюти-штучки и много всяких других интересных товаров. Реально скупила полозона. Пруф есть. Зацените. Так что, друзья, видео обещает быть очень интересным. Я знаю, как вы любите большие распаковки с озон. Так что наваливайте лайков и наваливайте свою кружечку чая или любого другого напитка. Ну а мы начинаем. Погнали! Начнем мы с вами с декора для новогоднего стола. Заказала вот такие вот красивые сервировочные салфетки. Они продаются сразу набором. Две штуки. Ни для кого не секрет, кто смотрит мои видео, что елку хочу наряжать, ну, в серебряном цвете, желательно. Я уже вижу, какие эти салфетки красивые. Да, возможно, они недолговечные, но на столе, посмотрите, как шикарно смотрятся. Особенно с нашим темно-графитовым столом сочетаются прям на ура. Слушай, ну, очень качественно. За свою цену прям очень-очень даже. Единственное, моя рекомендация. Подобные салфетки нельзя мыть в посудомоечной машине. Зачетненько. Найс. Та-дам! Как видите, салфетки не убираю, потому что собираю здесь комплект. Набор конвертов для столовых приборов. Выдаются набором по 4 штуки. Здесь специальная выемка имеется, куда мы вставляем столовые приборы. Не начищенные, все заляпанные. Но сегодня не праздник, так что можно. И вот так вот это красиво смотрится. Выглядит нарядно. Я определенно ставлю лайк этим конвертам. Очень выгодная цена, красиво смотрится. Единственное, что меня волнует, еще не осыпаются ли блесточки. Но они на самом деле чуть-чуть осыпаются, но не критично. Оставляем, закажу еще. Не знаю, были ли они в другом цвете, но в золотом точно были. Кто ищет что-то золотое, вот рекомендую. И напоминаю, что все ссылки на товары с этого ролика я оставлю в своем телеграм-канале. Ну и конечно же, какой новогодний стол без красивых бокалов и стаканов, который сделает момент особенным. Я свои купила в Магнит, как вы знаете, мы часто туда ездим на шопинг. И вот в крайний раз я увидела там такую красоту на полочках. Это новая коллекция бокалов от Royal Welford из серии Crystal Light Bohemia. Я для начала взяла бокалы объемом 260 мл для шампанского. И низкие стаканы объемом 380 мл. Вы только посмотрите, как они роскошно смотрятся как в руке, так и на праздничном столе. И послушайте этот хрустальный звон. Все бокалы и стаканы производятся в Чехии из хрустального стекла на старейшем заводе. Бокалы отличаются изумительной прозрачностью и особой прочностью благодаря лазерному срезу кромки бокала. А еще их можно мыть в посудомоечной машине, ведь хрустальное стекло закаленное. Все товары коллекции Royal Welford эксклюзивно представлены в магазинах Магнит. И приобрести их можно по очень приятной цене со скидкой до 79%. Чтобы вы понимали, мой набор бокалов для шампанского стоил всего 299 рублей. И чтобы приобрести товары Royal Welford по такой приятной цене, нужно накопить необходимое количество бумажных или цифровых магнитиков. А сделать это очень легко. Цифровые магнитики выдаются за покупки с пластиковой карты или с карты из приложения Магнит. А за покупки без карты Магнит выдаются бумажные магнитики. А если быть точнее, за каждые 250 рублей или 500 рублей в чеке в зависимости от магазина. Честно, уже жду не дождусь, когда снова поеду на шоппинг в Магнит, чтобы пополнить свою коллекцию бокалов. Очень хочу успеть купить набор креманок и бокалов для вина. И вы тоже успевайте, ведь акция проходит с 15 ноября по 13 февраля. Сделайте момент особенным с Магнит и подарите себе и своим близким волшебство. Боже, надеюсь, они будут нормального размера. Здесь у нас новогодние носочки. Я вам тут сразу вставлю карточку товара. Там непонятно, какого они размера, но он, конечно же, указан. Я заказала сразу 4 носка, потому что обычно я такие носочки вешаю в количестве 4 штук. И у нас тут как раз-таки есть 4 крючка, на которые можно будет повесить эти носочки. Ой, ну какие они красивые. Я боялась, что они будут большие. И самое главное, тут есть петелька. Как тебе? О, нормально. Красивые, капец. Я такие давно хотела вязаные. Белые, но не белые, они больше молочные. Конечно, не такие молочные, как мой джемпер. Но, знаете, с тоже таким приятным сливочным отливом. Но, если что, это новогодние носки для того, чтобы складывать в них подарки. Ставлю всем этим носкам лайки, если они еще есть в наличии. Они заканчивались, когда я их заказывала. Берите себе, если вы тоже такое любите, потому что это выглядит очень мило в интерьере. Это то, о чем я говорила. Это свечи. Я заказала несколько вариантов светодиодных свечей. Жирненьких, таких толстеньких. Для того, чтобы проверить, какого они размера и как они светят. Конечно же, батареек здесь нет в комплекте. Итак, первый набор. Их в этом видео будет несколько. Это набор со стеклом. Либо очень толстый пластик. Я искала именно с каким-то стеклянным обрамлением. Зачем мне нужны эти свечи? Я вам сейчас все секреты свои раскрою. Воск? Да, а внутри там настоящий воск. Я заказывала сразу, говорю, не бюджетный. Я заказывала красивый, чтобы они меня радовали. Типа настоящая свеча. И у этой свечи, как видите, за счет того, что пламя вот так шатается, эффект прям настоящей горящей свечи должен быть. Здесь три свечки. Большая, средняя и маленькая. Размер, в принципе, хороший. Девочки, помогите. Кто знает, где купить вот такую же свечу, но большую. Чтобы она была, ну, хотя бы сантиметров 30. Залюбую цену куплю, правда. Ну, в пределах разумного. Ну, не сказать, чтобы слишком ярко. Но в темное, наверное, время суток будет посветлее. В целом, мне нравится. Как вы думаете, зачем они мне нужны? Не буду уж раскрывать вам все карты, а то потом декорацию к Новому году в доме вам будет неинтересно смотреть. Так что пишите предположения, зачем мне свечи. Ну, наверное, 9 из 10. Были бы они чуточку для меня поярче. Было бы круче. Конечно же, здесь огромный плюс. Это эффект мерцания. Как будто настоящий огонь. Еще пульт был. Может быть, тут яркость можно добавить? Нет, нельзя. Ну, что круто, можно поставить таймер. На 2 часа 4, 6 или 8. А там можно? И там можно, да. Магия вне Хогвартса. Ну, какая же красота, ребят. Смотрите, не Китай, а фотон. Даже если и Китай, то... Фотон. Фотон, да. Тут уже спойлер есть. В чем главная фишка этого набора? Цвет стекла. Как вы понимаете, это красивый хромированный вариант свечей. Очень мало, на самом деле, таких и на Зону, и на Вайлборис. Здесь также идет воск, который не пахнет, но это воск. По крайней мере, сверху он такой же мягенький. О-о-о-о, а тут нужно 3 батарейки мизинчиковые. Там были 2 пальчиковые, тут мизинчиковые. Как будто светит ярче. Мне нравится. Денис, что-то как-то не заценил или заценил уже. Почему не нравится? Не праздничный. Ну, такое, знаете, какое-то готическое настроение навеивает, да? Ну, качество, конечно же, я заценила. Посмотрим, или оставлю, или верну. Вау! Вау, здесь тоже темное стекло. Но бренд уже называется Фаза, и пультик присутствует. Ну, какая красота! Они тоже прозрачные. Ой, посмотрите, как красиво запакованные. Я бы, в общем, хотела собрать разные свечи разных размеров. Мне уже они нравятся. Стекло. Стекло. Ну, практически не вонючий парафин, но немножко пахнет. Пульт управления имеется, и он другой. Здесь нужно 2 толстые батарейки. Хотите магию? Та-дам! Ну, мне нравится. Белоснежный. Посмотрите, какой он белый. И свеча за счет этого создает прям очень уютную атмосферу. Таймер только на 6 часов. Эти я 100% оставляю. И качественные, и светят хорошо. И пульт управления есть. Кстати говоря, он также коллабится с другими свечами. Это круто. Внимание. Спасибо за внимание. Все это надо распаковать. У меня есть один вопрос. Зачем запаковывать каждую свечку в отдельный пакет, когда весь заказ я делала отдельным заказом. То есть, это все вот вместе было. Короче, поскольку я люблю свечи во всех их проявлениях, мне Озон порекомендовал вот эти свечки. И маленькие стоили по 250 рублей. Они с разными ароматами. Я повелась и на цену, и на отзывы. Бренд называется вот так. И это аромат тиковое дерево и эфир. Божечки, ну она прекрасная. Посмотри, какая она хорошенькая. Это похоже на баночку из-под крема. Наверное, так и есть. Боже, какая же она ароматная. Очень вкусно пахнет. И мне нравится дизайн баночки. То, что она не прозрачная, а такая тепло-коричневая. И внутри деревянный фитилек. Для меня самое главное, конечно же, заценить все ароматы. Теперь у нас будет красная корица. Погнулась, лишь бы не сломалась. Очень похоже на аромку от Янки Кэндл. Я думаю, вы знаете вот эти свечи Янки Кэндл. И там даже есть подобный аромат. Аромат зимнего сада. Боже, это пахнет просто превосходно. Знаете, пахнет каким-то волшебством, парфюмом. Дальше у нас Звездная ночь. Ну, Звездная ночь на самом деле как-то приглушенно пахнет. Наверное, один пока что из самых неярких ароматов. Он такой успокаивающий, сладенький и немножко мятный, может быть. Интересный аромат. Не могу сказать, что он мне прям супер понравился, но приятный. Джинджер Вуд апельсина. Боже. А пахнет оно лекарством. Знаете, какой-то вот намазочкой от насморка. Мне он точно не зашел, он очень тяжелый. Мандарин и спайси ягоды. Ой, как же это сильно. Очень похоже на красную корицу. Наверное, даже разницы особо нет. Сейчас сравним. Это ярче, чем красная корица. Здесь еще больше пахнет корицей, чем аромат красной корицы. Мне все понравились свечи, кроме вот этой вот, которая пахнет. Какой-то настоечкой. Хочу их сейчас все поджечь и посмотреть, как они горят. Все готово. Свечи очень звучащие. Я не знаю, слышно вам или нет, но они приятно похрустывают, как настоящий камин. Аромат здесь присутствует. Но пахнет, знаете, одновременно всем. Плюс у меня еще сзади горят свечи ароматизированные. Главный парфюмер все-таки унюхал новый аромат, проснулся и спрашивает, кто здесь чужой, да? Есть очень плохо горящая свеча. Это вот эта, которая пахнет настойкой. Но тут прям такое мини-пламя. Все остальные горят свечи в среднем нормально. И есть прям яркое пламя. Это все зависит, скорее всего, от высоты фитиля. Мне свечи понравились, лайк. Они бюджетные, красивые, вкусно пахнут. А теперь небольшое отступление. Мы переходим к огромному пласту в этом видео, который называется одежда. Я заказала сразу 4 пары джинс, чтобы можно было комбинировать, составлять какие-то луки зимне-новогодние. Первые джинсы в темно-сером свете от бренда Gloria Jeans. Стоили они порядка 3000. Я купила за 3300, сейчас почему-то стоят дешевле. Они у меня в размере 48 дробь 170. Это огромные джинсы-трубы, немножечко расклешенные к низу. Вся фурнитура выполнена в серебряном цвете. На пуговице написано Gloria Jeans. В целом джинса приятная. Чувствуется, что она вареная, знаете, такая не стоящая колом, а мягкая. Далее у нас есть немножко информации по данной модели, которая называется Paris White Leg, только для тебя. Говорят, что они супер идеальные, с узкой талией и плавным расширением к низу. По первым впечатлениям мне нравятся эти джинсы. Главное понять, действительно ли игривое настроение в них. Ну что сказать, по ощущениям, как будто я немножко переборщила с размером, особенно в талии. Напоминаю, это 48 размер. Но за счет того, что размер как бы чуть больше, чем надо, джинсы очень хорошо сели на бедра. И создается вот тот самый эффект безумно свободных джинс. Мне такое очень нравится. Очень нравится этот супер эффект клеш. Так, знаете, джинсы немножко собираются. Пишите в комментариях, как вам эти джинсы. Стиль это для вас или нет? Или вы такой немножко не понимаете, такие джинсы шаровары? Да, друзья, следующие джинсы у нас уже от бренда Bifrini. Тоже в темно-сером цвете. Клеш идет от икры. Здесь уже в составе точно есть эластан, потому что они очень хорошо тянутся. В сравнении с предыдущими. И по составу здесь 68% хлопок, 30% эластана. Мне нравится ткань. Она, знаете, такая плотная, но в то же время мягкая. И мне нравится этот эффект вареной джинсы, который классно сочетается со столешницей. Не совсем понимаю, какая здесь посадка, но уже при примерке посмотрим. Хочется сказать, что еще бы чуть-чуть и моя бы S в них не влезла. В целом интересная, конечно, посадка, интересная форма. Но, несмотря на то, что в них достаточное количество есть эластана, тянутся по факту. Они очень плохо, но все равно немножко тянутся. Вот если бы не эластан, точно бы в них не влезла. Единственное, что меня смущает, это вот это место очень сильно топорщится пояс сзади. Посадка у них невысокая, средняя, еле как прикрывают пупок. Но в целом они комфортные. Внимание, это самые дешевые джинсы в этой распаковке. Они стоили полторы тысячи, предыдущие две с половиной. А вот следующие будут вообще за 4 500. Это опять-таки у нас бренд Be Free. Модель называется White. Ростовка на 170 сантиметров. Но опять-таки на эти джинсы были очень хорошие отзывы, что они просто нереально смотрятся на фигуре. И там есть много других цветовых решений. Фурнитура здесь вся такая темно-бронзовая. По составу здесь 85% хлопка и 15% вискоза. Опять-таки ростовка 170 и размер L. Я думаю, их нужно мерить, потому что так, ну, ничего не понятно. Это 100% база, которую нужно брать. И я тут узнала, что, оказывается, эта модель джинс есть в трех ростовках. 164, 170 и 176. Но на Озон почему-то ростовка только 170. То есть середина золотая. А на ВВМ вы можете найти такие же джинсы именно под свой рост. На меня 170 сели идеально. Мой рост, напоминаю, 172 сантиметра. Мне нравится то, что они достаточно объемные в ногах. Но при этом на талии они сидят как надо. Так что всем рекомендую. Самые дорогие джинсы в этой распаковке, конечно же, от бренда Zarina. Я их купила за 4,600, но, естественно, они подешевели. 3,800 стоят. У них такой нереальный серый цвет. Здесь у нас модель называется White Leg. Широкий. Клёш не бросающийся в глаза, но он есть. Немножко вареный в обратную сторону серый. Тут есть градиантики с затемнением. Фурнитура очень странная. Посмотрите, кнопки бронзовые. Пуговица серебристая. По ощущениям джинса безумно плотная. 75% хлопок, 18% полиэстер и 7% вискоза. Девочки, мальчики, кажется, найдены самые лучшие серые джинсы. По крайней мере, из тех, что были в моем гардеробе. Они просто идеальные. Во-первых, цвет, он такой какой-то необычный. В-третьих, и во-вторых, это просто топ, потому что они сели по фигуре хорошо, по длине они сели очень хорошо. И это в целом такая достаточно сейчас стрендовая модель. Я в восторге. Я не знаю, чем, но чем-то меня эти джинсы покорили. Наверное, всем. Да, ребят, переходим к категории вверх. И в категории вверх у меня есть и джемперы, и блузки, и топы. Начнем с чего-то теплого. Я ждала этот джемпер недели две. Мне постоянно переносили доставку, и, наверное, не зря. Это бренд Селла. Взяла его в размере L. Здесь у нас акрил 42%, 30% полиэстер и полиамид 28%. Этот джемпер нынче очень трендовый, в приятном белом цвете. Здесь есть кармашки с обоих сторон. Также есть молния. Качество безумно приятное. Посмотрите, какая красивая здесь вязка косичкой. Мне очень нравится. И, конечно же, у этого джемпера есть горловина. Я надеюсь, что он мне подойдет по размеру, но я ему уже ставлю 10 из 10. Хочу сказать, что это просто что-то и вправду нереальное. Мне очень комфортно сел данный кардиган. Единственное, что мне кажется, что он мне слегка великоват. Но я посмотрела, размеры меньше уже разобраны. Мне очень нравится. Безумно приятный, мягкий, классный. И на зимнее время лайк. Приготовьтесь. Здесь у нас общипанный страус. Вот вы не знаете, а я сижу в джинсах, на которых перья. И под стать к этим джинсам я заказала вот такой вот кардиган. Также от бренда Зарина. Какие же здесь перья общипанные. Как это шикарно. Тут, кстати, лучше, чем на джинсах. Но вы увидите потом на подсъемах, как я скомбинировала этот джемпер как раз-таки с джинсами. Я думаю, должно смотреться очень красиво. По факту, это самый обычный кардиган. С красивыми пуговицами, которые стоит распаковать, чтобы на них взглянуть. Боже мой, ну не самый обычный. Шикарный кардиган в стиле Old Money. Я заказала размер L. Есть еще XL. И начинается размерная сетка с XS. По первым впечатлениям выглядит просто нереально. Цена, конечно, космическая. Вискоза на 86% и 14% полиамида. Ну, отделка, конечно же, перья. Перья, конечно, немного сыпятся. Но я надеюсь, это все, что они потеряли. И потом они уже себя будут вести хорошо и сыпаться не будут. Знаете, мне кажется, что этот кардиган был бы отличным образом для Мартиши Адамс на Новый год. Мне нравится, как он на мне сидит. Как называется этот стиль? Напишите в комментариях, кто шарит. Но кардигану я оставлю. Я заказала два лонгслива одинаковых, но в разных размерах, потому что я не понимала, что мне надо. Это Gloria Jeans. Какой-то роскошный лонгслив за сущие копейки. Он стоил 700 рублей. Вы сейчас все поймете, почему я так восторгаюсь. Первый у меня в размере L. Наверное, кстати, он мне и подойдет. Это такой лонгслив, который лучше всего носить с каким-то топиком снизу или с какой-то маечкой, потому что он полупрозрачный. Здесь внутри есть такая красивая металлическая нитка, которая дает такое роскошное переливание. Оп! Затяжечки, чтобы сделать его слегка покороче. И причем такие затяжки есть абсолютно с двух сторон. И такая же история на рукавах. А рукава, хочу я вам сказать, удлиненные. И таким образом выглядит размер Excel. Не знаю, как вам, а мне прям очень заметно, насколько большая разница. Знаю, многим интересен состав 62% вискоза, 30% полиамид и 8% металл, металлическая нитка. Сшито хорошо, линии ровные, так что лайк. Если это есть еще на Озон, берите и покупайте, потому что это просто нереальная бомба. На мне в итоге размер L, больше, мне кажется, и не надо. И топа никакого вроде бы не надо, все достаточно прилично и не просвечивает. Я бы эти кофточки во всех цветах купила, правда. Та же история, только в серебряном цвете. Это, конечно, смотрится как-то наряднее, скажи. Более так по-праздничному, оператор согласен. Сюда можно белую мальчику под низ одевать. Кстати, да, мне кажется, я даже буду примерять без какой-либо майки снизу. И так смотрится все достаточно уместно. Слушайте, ну мне это так нравится. Это так и уютно, одновременно и нарядно. Но данным его сливом я, конечно же, ставлю 10 из 10 за свою цену. Да даже несмотря на цену, они шикарно выглядят и нарядно. Достаточно базово для Нового года, знаете, такие поднимающие настроения. Все, что вам нужно знать, это просто любовь. Очень комфортно к телу, очень стильно смотрится. Я не понимаю, почему это стоит так бюджетно. Ох, какая бархатная красота. Это у нас блузка с моими любимыми рукавами, фонариками. Конечно же, бренд Зарина. Такая блузка есть в черном цвете. И есть в таком темно-изумрудном. Я заказала в темно-изумрудном. При свете всех ламп его хорошо видно. А просто, когда пришла эта кофточка, я смотрела в коридоре. Я такая, вы уверены, что это не черный цвет, но здесь красиво переливается этот роскошный темный-изумрудный. 100% полиэстер подклада и верхняя ткань 92% полиэстер и 80% эластан. Рукава выполнена достаточно хорошо. И посмотрите, у этих фонариков есть силиконовая прослойка. Но сама блузка выполнена немножко в корсетном формате. Как видите, здесь есть такие линии продольные, которые будут утягивать силуэт. Сбоку есть скрытая молния, чтобы было комфортно надеть блузку. Хорошо вроде работает. Скрыты все швы и все аккуратно прострочено. Не зря я так люблю Зарину. Зарина, ну, call me, please. I love you. Это снова Gloria Jeans. Это снова металлическая ткань в составе. И это снова очень бюджетный вариант нарядной кофточки. Посмотрите, с какими длинными рукавами, слегка расклешенными. По цене она стоила в районе 1000 рублей. И тут самая главная фишка, это вот в этом эффекте банта на груди. У меня размер L 48-50. Что у нас по составу? 50% полиамида, 25% полиэстера, 14% металлических ниток и 10% ПУ. Также есть подклад, это 100% полиэстер. Подклад, ау, вау, она реально двусторонняя. Чтобы не кололась. Классно, что все продумано. Та же история, только в другом цвете. Блин, она затяжка. Все такое, кто мерил? Это была не ясно. Это та же модель, что и предыдущая, только в более серебряном цвете. Но, как видите, у этого серебряного цвета есть черный фон. Также размер L. По составу здесь все то же самое. То есть идентичная кофта, только в другом цвете. Кажется, я до сих пор не поняла, что мне напоминает эта блузочка. Стиль Бабы Веры, которая пришла на корпоратив? Или все-таки стиль какой-то дамы из Пинчерес на красивой новогодней картинке? Пишите в комментариях. Красиво бы я смотрелась возле елки. Ой, девочки, выходим из зоны комфорта. Чисто хотела сама посмотреть и вам показать. Это снова Глория Джин. Стоп! С открытой спиной. Это настолько, что это просто кусочек ткани. Ну, под пиджак, под жакет можно же, да, себе такое позволить? Было несколько вариантов. Я заказала себе в розовом цвете. У данного топа есть размер 48-50. Я специально заказала побольше, чтобы ткани было побольше. Здесь, конечно же, есть подклад. Он, знаете, такой трикотажный. Приятный. Сейчас посмотрим на состав. Основная ткань это 90% полиэстер и 8% ПУ. Подкладка вискоза и эластан. Такое надо мерить. Я до конца не разобралась, где тут вверх, где тут вниз. Смотрится, конечно, очень интересно. И, конечно же, данный топ лучше всего носить без белья. Я себя в этом топе чувствую немножечко, братс. Я даже не хочу вам показывать, как это все выглядит сзади, но я вам покажу. Ну, вот как-то так, да, там всякие этикетки торчат. Как вам нарядно? Нет, пишите в комментариях. Мне нравится, что я сияю. Стоит ли мне вам что-то объяснять? Да, я решила заказать сразу два топа. Розовый и в золотом цвете. Естественно, на фото это смотрело все как-то намного ярче. Это даже больше не золото, это похоже на бронзу. Вы знаете, кого в нем уже себе напоминаю? Миранда из фильма «В вашем городе». У нее был такой топ, если найду, вдруг найду, я вам ставлю здесь фотографию. У нас снова двойная история. На этот раз у нас черные топы, поэтому я не заказывала черные топы в пайетку. О, боже. Ну, вы понимаете, да? Мех, перья, это прям все мое, знаете, такой немножечко стиль эйфории. Я себе заказала два размера этих топа. Перескочила через один. Итак, первый размер это М. Обтягивающий такой немножечко слимочка. Ну, неплохой, его нужно взъерошить. Снова Gloria Jeans. Она меня выручает. Ну, топ, кстати, был дорогостоящий. Он сейчас стоит 2000, я заказала за 1600. Ткань необычная. Это плотный, такой достаточно утягивающий трикотаж. 75% вискоза и 25% полимит. В принципе, состав приятный. Лямки здесь также из трикотажа. Абсолютно из такой же ткани, как и сам топ. И их можно отрегулировать по длине. Теперь смотрим второй размер. Размер L. Смотри, какая разница. Тут даже не 2 см, а все 4. Черное это прям must have. Old Money на максималках, знаете. Супер экстра вечеров. Я уже очень хочу это померить, простите. Я даже не рискнула примерить размер M, но потому что я в него просто не влезу. Так что я делала размерчик побольше. По-моему, смотрится прям очень нарядно. Еще бы белье в цвета дети было супер, да, девочки? Такое приятное поглаживание кожи, как будто вот вас перышком вот так вот гладят. Определенно скажу этой вещи, да, для праздников, да и не только для праздников, просто для каких-то прикольных образов. Почему нет? Ой, божечки-кошечки, как это мягко. Я так давно хотела эту курточку. Блин, размер 46. Надеюсь, она мне будет хорошо. Другого размера не было в наличии. Курточка легкая, тедди. Безусловно, она на очень теплую погоду, знаете, буквально там 0, плюс 5, минус 5. Но для того, чтобы снимать какие-то шоппинги в ТЦ, в принципе, ходить в ТЦ, мне кажется, классный вариант. И что самое главное, боже, какой же он уютный. Но я сейчас переживаю, что она мне будет мала. Бренд. Ну, угадайте, друзья, тут немного вариантов. Либо Be Free, либо Zarina, либо Gloria Jeans. Это Zarina. У этой куртки у нас есть два накладных кармана, прям суперобъемных. Далее у нас есть вот такой вот замок, который хорошо работает. Если сам мех, он белоснежный, то отделка, она молочная, даже с каким-то уклоном в бежевый цвет. Рукава не имеет никаких манжетов, соответственно, сюда что-то может задувать, но это нормально. По нижнему краю есть вот такая тесемочка. У куртки нет капюшона, но зато есть вот такая вот хорошая стойка. Тут главное примерить, понять, мой размер или нет, потому что стоило недешево, где-то 4600. Брала почти по фулл прайсу. Сейчас на нее скидка. Если что, можно перезаказать, но то в реальной экономии 2000. И вот так вот совершенно случайно у меня получился вполне себе стильный носибельный образ. Вот эта вот мягкая курточка Тедди, серые джинсики, которые мы с вами открыли чуть раньше. И получается очень даже стилево. Какая-то светлая кофточка под низ и такой мягкий, уютный, теплый образ. Готов. В целом по размеру все ок, подошло идеально. Рукава, конечно, не такие длинные, как я люблю. Как по мне, смотрится уютненько. Слегка она, конечно же, увеличивает за счет своего фасона, за счет своего материала. Но главное, что в ней комфортно и тепло. 10 из 10. Как вы думаете, что это в таком количестве? Это нижнее белье. Давайте все откроем. Да, ребят, я снова себе заказала нижнее белье от бренда Infinity Liguire. Очень мне нравится этот бренд. Начнем, наверное, с черного комплекта. Топ у меня в размере 80B. По составу это 90% клестер и 10% ПУ. Это тонкая, приятная сетка. Трусы здесь высокой посадки. Это стринги. В черном комплекте я заказала в размере M, потому что L не было. Но я уже вижу, что они достаточно широкие и мне точно подойдут. А они с завышенной посадкой, как я понимаю, и очень хорошо тянутся. Также есть хлопковая ластовица. Но я, правда, ребята, хлопковая, трикотажная. Комплекту ставлю лайк. В принципе, та же история у нас и с голубым. Таким красивым комплектом. Мне так нравится этот цвет. Топ у меня в размере 80B. А вот трусики в размере L широкенькие. Но зато будет в них комфортно. Он, правда, очень комфортный. Комфортно носится. Все так на теле ощущается, как надо. Лайк. Трусики, так скажем, комфортного формата. Тоже бренд Infinity Liguire. Здесь 5 пар трусов. Черные. В крапинку. Розовые. В сердечко. Как у Чары Ферраджини есть такой же рисунок. И зебра. Они у меня в размере XL. Чтобы, знаете, прям были максимально комфортные. Но здесь они не супер большие. Но большеватые. Могут сползать. Представляете, это не ткань. Это рисунок. Но здесь, конечно, уже состав максимально натуральный. Если быть точнее, 100% хлопок. Безумно приятный на ощупь. Мне нравится. С этими сердечками так прямиком в сердце. Очень крутой комплект. И стоил буквально 1000 рублей за 5 трусов. Лайк, подписка. Он большой. Это носки. Это все носки для моего мужа. Я не понимаю. Делал один заказ. Один заказ из 10, по-моему, комплектов. То есть 10 единиц товара. Зачем мне это все складывать в отдельные пакеты? Они издеваются. Ой. Это жопа какая-то. А что происходит? Ребят, это свечка, которую сделала я сама. Просто какой-то биокамин домашний. Оп. Затушили. Девочки, это трэш. Собственно говоря, вот так выглядит набор носков. Это Gloria Jeans в размере 38-40. Здесь разные размеры. Должен быть 38-40 и, наверное, 41-44. Это хорошие, белые, высокие носочки. И посмотрите, в отзывах я почитала, что эти носки подходят на широкую ногу. Видишь, они не узкие. Обычный, плотненький носок. 57% хлопок, 25% ПУ, Элластан и 20% полиэстер. 41-43. Хочется их сравнить, будет ли какая-то разница. Смотри, у нее-то разница имеется. Ну, приятно, что они прям какие-то длинные. Если что, я у тебя смогу взять, погонять, а ты у меня. Вот что мы имеем в итоге. 10 упаковок 38 на 40 и 10, 41, 43. Правда, безумно качественные носки. Если есть в наличии, то прям очень рекомендую. Ну да, нежданно, негаданно. Адвен календарь, а что вы хотели? Он ко мне шел очень долго, потому что это был Озон Глобал. Ну, посмотрим, что здесь. А что-то там прям очень маленькое. Это даже не Джек, это какая-то его копия с Алиэкспресс. Кошка с большими глазами. Тыковка. Паучок. Ой, это ботиночки ведьмы. Что-то странное. Вот такие фигурки были в этом адвен календаре. Да, тут был один Джек, и то он черный. Как тебе этот адвент? Ноль баллов. Балла 4 ему поставлю, но фигурки вообще не соответствуют тематике. И мы с вами плавно перешли к бьюти-теме. Ура, мне наконец-таки приехал ремовер для автозагара. По моим рукам видно, что недавно наносился на меня автозагар. Кожа у меня сейчас сухая из-за того, что холодно, из-за того, что сухо дома. Стики не положили в подарок. Типа я буду в солярии ходить или что? Такой вот ремовер от бренда Майн. Стоил он почти 2000. В чем фишка ремовера? Если вы вдруг где-то переборщили с автозагаром, ремовер спасает. Вы наносите, он, собственно говоря, удаляет автозагар. Все. Мой ремовер вообще пропал со всех радаров от моего бренда, которым я обычно пользуюсь. Смотри, уже меньше становится. У меня очень сейчас сухая кожа на руках, поэтому вот все вот так. По инструкции нужно оставлять на 5 минут на сухую кожу круговыми движениями. В общем, буду тестировать. Что хочу сказать, ремовер-то рабочий. Я буквально подержала минуту, и у меня здесь оттенок намного светлее стало. После съемок просто это все буду делать, и здесь палец стал светлее заметно. Слушайте, ну лайк, лайк. Так, друзья, это у нас бренд Icon Skin, и это у нас миндальные пилинги. Первый миндальный пилинг 12%, а второй 25%. Вот так выглядят эти шикарные коробочки. Те, кто подписан на мой телеграм, наверняка читали и видели пост про эти пилинги. Если 12% я пользовалась, у меня закончилась целая баночка такая, то 25% я заказала попробовать. Медиум левел, тут уже левел интенс. В чем фишка миндального пилинга? Ну, во-первых, для меня это, безусловно, очищение кожи, мягкое, нежное. Сейчас зима, и время пилингов, я думаю, все прекрасно знаете. Что нам тут обещают? Оказывает мягкое, отслушивающее действие, это вот прям 100%. Стимулирует клеточное обновление, улучшает цвет лица, выравнивает тон кожи, вот это правда. Очищает и визуально сужает поры. У меня расширенные поры, поэтому работают, девочки. Оказывает противовоспалительный и антибукторальный эффект, а также вращает кожу, упругость и тонус. Кто хотел бы попробовать, попробуйте, но начинайте с 12%. И понемножку, потому что первый раз, когда я его нанесла, мне жгло, у меня лицо покраснело. А потом, как будто уже ничего не происходит. Ты наносишь, и как будто просто сыворотку нанес, ничего не происходит. Да, я заказала блески для губ от бренда BeColor. Кстати, такой же блеск сейчас на моих губах, и как видите, он очень хорошо держится. Я ни разу за эти три часа съемок не добавляла блеска на свои губы. Я заказала в третьем оттенке, в четвертом и в пятом. Они мне настолько понравились, что видите, прям закупаюсь активно. Смотрим, как выглядит пятый оттенок. Смотрите, главная фишка, это сердечко, конечно же, и нужно нажимать, и средство появляется. Вот знаете, такой маслянистый. Боже мой, какой красивый сливовый оттенок, вы только посмотрите. Пятый оттенок, лайк. Четвертый. Ой, ну он прям такой, наверное, яркий будет. Кстати, нет, приятный такой насыщенный розовый оттенок. Замешать его с каким-нибудь карандашом, с холодным коричневым, моим любимым. Что-то в пятнадцатом я его запомнила. Тоже от BeColor будет, вау. Ну и смотрим третий. Посмотрите, какой он насыщенный, такой слегка коричневый, немножечко кирпичный. И прям супер-супер нюдовый. Вау, мне очень нравится. Ну что, друзья, на этом наша большая распаковка с Wildberries подошла к концу. Ну согласитесь, она была действительно очень большая. Мы все с вами посмотрели от декора для дома до моих бьюти-средств новых. Надеюсь, что вам это видео понравилось. Если вы хотите больше таких огромных распаковок, не забывайте ставить лайк. Ну и переходите в мой телеграм-канал, чтобы что-то обсуждать, чтобы что-то смотреть. Там интересно, правда. На этом все. Всех вас благодарю за просмотр. Увидимся с вами в новых роликах. Просто посмотрите на эту огромную кучу мусора, которую я здесь создала. Я в шоке, друзья. Нам сейчас это все разгребать. Время 2 часа, но ничего страшного. Всех любим, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok